Я вас очень прошу в двух словах, буквально для наших участников школы через будущего Homo Futurus. Вы, Владимир, скажите в двух словах буквально. Я же вас знаю, несколько раз мы с вами общались, вы очень человек такой вот благородный, который хотите, чтобы дети получили эстетическое воспитание, потому что мы прекрасно понимаем, как сегодня это сложно. Да, и многие родители хотели бы это иметь, но не знают, как и куда обратиться. Вот могли бы к вам обратиться. И вы, я знаю уже, что вы можете таким образом им показать, какую музыку прослушивать, каким способом специально отобранную музыку, которая действительно воспитывает у людей благородные качества. И поэтому это ему всегда в жизни поможет во всех делах, потому что развитие человеческих качеств повышает эффективность человека во всей деятельности, в любой, чем бы он ни занимался. Будь он выступает где-то, или пишет сочинения, или сдает экзамены, или на спортивных соревнованиях, если в нем есть человеческая база, все вопросы решаются гораздо эффективнее. Но вопрос в том заключается, вот доверие. Я-то вас знаю всего там два-три раза, мы с вами общались, кроме этого я читал ваш текст. Этот текст очень такой серьезный, он такой фундаментальный, и в этом тексте очень много примеров, но сейчас человек не может читать такой текст. Это только особо заинтересованный человек может это читать. А как в двух словах мы можем объяснить? Вы что будете сидеть с этим человеком? Допустим, вы найдете педагогов, которые хотят научиться у вас эстетическому воспитанию детей припосредствах вашего метода. Или вы хотите найти спонсора, который заинтересован в программе очеловечивания людей, допустим, если можно так сказать, с помощью эстетического воспитания по вашему методу. Нашелся бы такой спонсор, и он бы вам помог. И вы бы организовали какую-то студию, или создавали какие-то мастер-классы, или вам просто детишек маленьких, родители бы, которые хотят, чтобы с их детьми кто-то занимался. Вы не могли бы мне сказать, например, педагог, который хотел бы у вас научиться, и в своей школе, или в институте, какой-то свой курс по вашему методу. Сколько бы для него это могло бы стоить времени потратить, чтобы освоить у вас это? Вы можете сказать? Вот педагог. Допустим, нашелся педагог, который хочет ваш опыт передавать у себя в школе. Сколько он должен попросить у директора денег, чтобы вам заплатили за эту работу, его подготовки? Или, допустим, мама хочет ребенка своего к вам, ну, допустим, в дистанционном обучении, чтобы вы с ним сколько-то поработали, сколько она должна заплатить? Чтобы вы в двух словах рассказали. Ну, здесь есть несколько категорий людей. Первая категория людей – это люди, которые уже интересуются и понимают, что такое эстетическое воспитание. Ну, эстетическое воспитание формирует высокие чувства в человеке. Люди поступают чаще всего в соответствии со своими чувствами. Если у человека есть высокие чувства, то он совершает чаще всего поступки благородные и полезные для людей. Если у него чувства низкие, он совершает другие поступки. Ну, достаточно посмотреть там телевидение, интернет, криминальную хронику и так далее. Мы говорим о высоких чувствах. То есть, чем больше людей с высокими чувствами, тем лучше становится наш мир. И наоборот. И смысл в том, что все люди, которые… взрослые люди уже, ну, взрослые, более взрослые люди, которые совершают те или иные поступки, они когда-то были чистыми детишками. Там двух, трех, четырех, пяти, шести лет. И они родились чистыми и невинными. И они такими были. И если они стали хорошими, это одно. А если они стали не очень полезными, мягко говоря, для людей, для других, то, значит, их общество такими сделало в той или иной степени. И вот что этому можно, вот этому плохому воздействию, что же можно противопоставить? Только воспитание высоких чувств. То есть, просто говорить человеку, что это хорошо, а это плохо, ну, это вроде нотации или муштры, да муштры доходит, или додрессировки. А как сделать так, чтобы человек сам не просто понимал, а чувствовал, чтобы в нем была потребность делать добро? Помните фразу из советского прошлого? Сеять разумное, доброе, вечное. Вот это эстетическое воспитание. И, кстати говоря, оно сейчас, если на государственном уровне, если в системе образования, оно уже несколько лет как системно и почти открыто уничтожается. Ну, понятно почему. Потому что при современном политическом строе в нашей солнечной стране порядочные люди, они востребованы гораздо меньше, чем непорядочные. Я не буду... Честно говоря, просто им не до этого. Я бы мягче сказал, не специально уничтожаются, а просто не до этого. Каждый занят своим делом, обогащением и так далее. Можно и так сказать. Просто им не до этого. Если бы они хотели, чтобы было эстетическое воспитание, а у нас бы безусловно было. Одним не до этого, а другие специально работают на разрушение культуры и системы воспитания. Я не хочу в эту тему уходить. Я тоже не хочу. Бог не по-другому. Это другая тема. Это тема. Давайте мы сейчас по-конкретнее, пожалуйста. Поэтому насчет... Допустим, нас сейчас слушают сотни разных людей. И они уже думают, как доверить ребенку, этому Владимиру, такому благобразному человеку, который говорит на очень серьезную тему. Он нас восхищает, потому что он задевает наши такие душевные струны. Он говорит все правильно. Как нам доверить? Вот вы скажите в двух словах. Вы кто? Ну, сейчас. Во-первых, доверять ребенка не надо. Я никогда не работал на эту тему индивидуально. Я работал с группами детишек, с классами целыми детишек. Поэтому никакого уединения не будет. И в наше, так сказать, прогрессивное время родители наслышались о всяких там мужчинах и женщинах, которые имеют слабость к детишкам, нет. Поэтому здесь индивидуальный формат исключен практически. Кроме того, чисто технически я живу с некоторых пор, можно сказать, почти в глубинке. Поэтому ездить по России или там по миру и заниматься каким-то ребенком индивидуально, но, мягко говоря, я не склонен. Поэтому через интернет можно, конечно, индивидуально, но тут снимается ряд опасностей. О родителях. Значит, есть несколько категорий заинтересованных взрослых людей, которые заинтересованы в эстетическом воспитании детей, чтобы они росли порядочными людьми. Ну, хотя бы порядочными к самим родителям, хотя бы, как минимум. И когда родители видят, что с людьми, с детишками делают улица, что с ними делает школа и так далее, вот, они, ну, не все, конечно, к сожалению, но многие задаются вопросом, а что с этим делать-то, собственно, вот как вот это негативное влияние на детей, как-то чем нейтрализовать? Отвечаю, эстетическим воспитанием. Есть живопись, есть литература, есть много чего, но музыка, она действует быстрее всего, она действует иногда просто вот так. В течение, там, 45 минут у ребенка происходит то, что называется открытие, озарение, инициация, потому что мы обращаемся к чувствам. А чувство – это, знаете, как иногда первая любовь. Увидел и понял, что это надолго. Я понял. А вот у них, допустим, должны быть какие-то приборы, там, эти динамики, чтобы вы дистанционно с ними работали. Ну, если дистанционно работать с одним ребенком индивидуально или с группой людей, посмотреть, с группой детей, то в любом случае у тех, кто организует это на том конце провода или там даже в реальности, им надо подготовить, чтобы был там проигрыватель какой-то, чтобы были колонки, не спичечный коробок, понимаете, который, ну, чтобы это было более-менее прилично, это звучало. Ну, допустим, бабушка какая-то хочет для внучка своего, чтобы вы с ним поработали. А ей это доступно, найти вот этот девушек? При желании доступно, она просто берет какие-то деньги, такие небольшие, идет в магазин, где продаются компьютерные колонки. Сколько это может примерно стоить? Вот мне просто интересно. Вот, может быть, я тоже... В пределах, безоступные цены в пределах, допустим, вот колонки размером, там, допустим, 20-30 сантиметров, в которых стоит басовый динамик, чтобы у нас низкие частоты слышались, да? Вот, ну, все это вместе стоит, ну, в пределах тысяч пяти, наверное, даже можно дешевле найти. Вот, если кто-то может себе позволить подороже, можно подороже. Идеально, конечно, я скажу, идеально это иметь, кто более-менее серьезно к этому хочет отнестись и способен выделить на это деньги, но не купить себе новый автомобиль, потому что в прошлом годе, видите, устарел, понимаете? И вообще у соседа этого года автомобиль, а у меня прошлого. Понимаете, как люди судят иногда? То есть желательно, конечно, идеально, это виниловый проигрыватель, где виниловые пластинки большие, потому что виниловые пластинки – это живой звук. И даже если мы возьмем самый плохенький виниловый проигрыватель, самый плохенький ламповый усилитель и такие гораздо ниже среднего колоночки, это будет живой звук. И это будет звучать лучше и воздействовать на чувство лучше, чем самый дорогой CD-проигрыватель. То есть вы научите, да? Допустим, мы сейчас это видео выставим у нас в школе Человек Божьего Хомофутуруса. Кто заинтересуется, к вам обратится. Мы сейчас дадим там ссылки на вас, там внизу там напишем, куда они могут обратиться. И вы им подскажете, что и как, да? Да, пусть они сначала прочитают текст, который я вам высылал, чтобы они понимали, зачем нужно вообще эстетически... Вы эту ссылку тоже дайте, чтобы я им тоже дал под видео. Я вам присылал, но я пришлю еще раз. Еще раз, пожалуйста, пришлите, пошлите. Есть мой сайт, где это описано, где описано, есть раздел отдельный, отзывы родителей, психологов, журналистов, там довольно такой большой раздел. Есть отдельно, для чего нужна эта методика, то есть социальная значимость. Если угодно, то созерцание красоты – это прививка от зла. Чем чаще человек созерцает красоту, тем больше в нем уважения и восхищения к этому миру. Это правильно. И тем труднее его втянуть во всякие, откровенно говоря, грязные дела. Природа – мать наша, природа нас лечит, и красота нас лечит, и доброта нас лечит. И встреча с добрым человеком – это встреча с настоящим. Это очень хорошо. Да, от сердца к сердцу, и даже находясь рядом с порядочным человеком, я понимаю, но я сейчас хочу обратить внимание на строго такую научную специализацию, именно музыкальная эстетика. Чуть-чуть об истории. У нас, вот когда был Советский Союз, у нас была целая индустрия музыкально-эстетического воспитания. Занимался этим композитор Дмитрий Кабалевский. Он очень много работал с детьми, он очень много писал музыки. Для детей у него вообще музыка светлая. Вот он писал музыку, писал, у него есть не один, допустим, детский концерт для фортепиано с оркестром. То есть там не очень сложно, но ребенок мог исполнять эту музыку. И он занимался этой темой. И более того, он входил во Всемирный Совет. Я сейчас точно не вспомню, как это... И он до сих пор существует, этот Всемирный Совет или Всемирная Комиссия по музыкально-эстетическому воспитанию. Это очень серьезно. Это очень серьезно. И если ребенку не показывать красивую высокую музыку, он будет слушать другую музыку. Разрушительную эмоцию. В сравнении, конечно, если человеку не давать сравнивать, он, конечно, конечно, абсолютно правильно. Да? Когда показываешь прекрасное, у него же есть эталон. Он уже потом, когда смотрит на что-то другое, он всегда соразмеряет. А если ему не давать этого, конечно, он в пропасти. Вы знаете, он даже не соизмеряет, у него просто чувства включаются. Если его поздно, когда он слушает музыку... Становится в сравнении. Откровенно говоря, отвратительную, у него просто появляется отвращение. Если у него есть стандарт другой музыки, вот я конкретный случай скажу, когда я работал в школе по этой тематике, в обычном образовательном школе, в одном очень известном районе на весь мир, благодаря тому, что одна из крупнейших ОПГ называлась по имени этого, так сказать, района подмосковного, то у меня ходили, в частности, там три семиклассника, такие рослые ребята. Вот. И мы слушали там и классику тоже, но кроме классики разная музыка у нас есть. И слушали один момент из методики короткими отрывками, то есть три-четыре минуты фрагмент. Потом немножко разговоров с детьми, немножечко игровых моментов. Это уже потом можно все это обсуждать. И вот эти вот семиклассники, они у меня как-то спросили, а как же вот там рок, хиви, металл и так далее. Я говорю, ну, рок, во-первых, бывает разный, вот, и медленный тоже. А насчет хиви, металл давайте сравним. Я им поставил там отрывок вивали для габоя с оркестром. Очень важно в хорошем исполнении. Вот это очень важно, потому что, вот мы с вами в прошлый раз говорили, я вам озвучил такой тезис, который мне озвучил один музыкант известный, что большинство записей классической музыки, сделанной в советское время, нужно уничтожить просто. Я тогда сильно удивился и спросил, почему. А он говорит, а просто сыграно как попало. Просто как попало сыграно. Вот, просто чтобы деньги люди заработали, организаторы, музыканты. Поэтому надо подбирать музыку хороших исполнителей. И вот эти три мальчика, такие рослые, седьмой класс, мы с ними раз или два или три слушали вивали. Я говорю, хорошо, я вам принесу на следующий день вот то, что называется хиви, металл. Я поставил, я прямо увидел на их лице, как у них на лице появилось вот это вот соответствующее отношение к этой. Ну, для меня это не музыка, это просто обработка детей и молодежи под определенные задачи, мягко говоря, не очень полезные для человечества. Чувства, это такая тема. Вот сами вы лично, вот лично вы. Вот мне просто очень интересно. И, наверное, всем будет интересно узнать. Ну, наверное, если вас спросить, лично вас, какая музыка вам очень нравится, вы скажете, хорошая. Это я понимаю. А вот какая? Ну, конечно, много музыки вам нравится, потому что вы разбираетесь. А вот есть у вас такая, которую вы так любите, ну, просто безумно. Ну, вот когда вы ее слышите, у вас душа молеет. Вот такая у вас лично есть? Я прежде всего одну вещь скажу. Я не просто выдумщик на музыкально-эстетическое воспитание, я играющий музыкант. Ой, хорошо, да. Я вижу, гитара там стоит. Ну, да. Просто, вот, например, играть-то я начал лезть в 13, ну, там, с ребятами, там, во дворе, туда-сюда. В 15 лет я первый раз играл на танцах. Это очень сильная школа. Это не поставить фонограмму, или как музыка сказать, фанеру, понимаете? Вот, это на танцах очень изыскательная публика. Там фальши плохое не проходят, там выгонят просто и все. И вот мне пришлось, в общем, у нас гитарист не пришел, он не пришел самому отдеваться. А было это в строительном общежитии, в общем. И вот я там, значит, 15 лет. А к 17 годам я был одним из, наверное, лучших дворовых музыкантов. То есть я просто много песен знал, пел под гитару там и так далее. Ну, а потом уже музыцирование, образование. В армии я параллельно, я не знаю, можно ли назвать это армией, то, где я служил. Но военная форма, это не всегда армия, мягко говоря. Но мы сделали там вокальные инструментальные ассамбли, перед солдатами выступали, и по строительным общежитиям ездили на так называемой комсомольско-молодежной стройке. Вот, то есть практика у меня есть. И мне повезло, я работал в очень хорошем фольклорном ансамбле после этой так называемой армии. Это отдельная история. Это очень хороший фольклорный ансамбль. Он немножечко такой стилизованный по-современную. В общем, я могу одно сказать, что вот вы в курсе, да, что если есть два отделения, например, в концерте, то играют разные исполнители, то первое отделение играет, как говорят, на разогреве, а второе отделение работает звезда. Так вот, до меня этот коллектив работал в Волгограде, в дворец спорта. Вот. И в первом отделении выступала Алла Пугачева, во втором отделении, второе отделение работал вот этот вот коллектив, русская удалена называлась. Ну, кончилось это тем, что за несколько неучтенных концертов гениального режиссера, руководителя гениального, Рудольф Александрович Цуганов, я надеюсь, что он жив до сих пор, вот, его посадили, по-моему, лет на 9. Вот. Ну, вот это, кстати говоря, о прелестях нашего советского периода. Было много хорошего, но и вот такие вот тоже были. Потом я учился джазу, преподавал в джазовой студии, играл в джазовой студии в одном из коллективов, работал на эстраде, то есть у меня такая разносторонняя практика. То есть я в музыке разбираюсь практически. И поэтому... Скажите, что вы любите больше всего? Вот что, какое произведение вот вас прямо забирает? Я вот вспомню сейчас, знаете, я отвечу на это так, что музыки много разной, и классической музыки много хорошей, и джазовой много хорошей, и песен, и авторской песни, вот я, ну вот, люди там... Вы любите фантастику Бридбери, Стругацких, фантастику. Вы читали, любите, нет? Потому что у меня почему-то такой вопрос возник. Я очень любил Бридбери, я очень любил Шекли, я любил Курта Ваннигута, потому что он написал «Колиберка для кошки», о человеке, что делал этот человек, который, когда бросили его, который создан им, о атомную бомбу на Хиросиму, что он в этот вечер делал. А он, оказывается, сидел и играл, нитки переплетал, «Колиберка для кошки» называется. Это об ответственности изобретателей за свои деяния. Я думаю, если бы человек был человеком, то он бы думал о последствиях своих изобретений. Я просто хочу понять, вот вы воспитывались, вы разговариваете о том, о воспитании эстетическом детей, вы говорите о человечности, вы знаете ключ к этому, вы говорите об эстетическом воспитании с помощью музыки, вы знаете алгоритмы, с помощью которых это можно делать для детей и взрослых. А что вы читали вот в детстве, кроме как любили музыку, вы читали что-нибудь такое? Я вам могу сказать. Вон и Гуд я не читал, по ответственности изобретателей я согласен, но, наверное, самое главное не то, что я читал, я сейчас другую важную вещь скажу. Человеку удерживает от плохих поступков не логика, не логика, а чувства. Либо у него высокие чувства, либо у него этих чувств нету. И тогда он легко совершает... Говорила Толстой, совесть компаса. Ну да, но эту совесть нужно каким способом ее в ребенке воспитывать? Нотациями? Постановкой в угол, унижениями, угрозами или битьем? Ну это комплексный вопрос. Конечно. Или что-то такое, или приобщить ребенка к какому-то такому состоянию, в котором в нем работает в самом лучшем смысле, если угодно, генная память, его людское высокое начало. Вы знаете, я бы горькому Максиму поставил только за одну фразу памятник. Человек, это звучит гордо. У меня есть друг, его зовут Миша Козинник, который тоже учит, у него школу будущего, он тоже учит детей музыки, ну то есть воспитывает у них чувство к музыке. Он даже прямо так сказал где-то обнимаю вас музыкой. И там у него много почитателей. Мне понравилось то, что... Отличие есть какое-то? Есть, конечно. Вот вы сказали, он учит детей музыки. Я не учу детей музыкальному исполнительству. Я считаю, что это не самое главное, вообще-то говоря. Это отдельный вообще вопрос отдавать ребенка в музыкальную школу. Если спросят отдавать... Я думаю, он что, не совсем этим занимается? Не только этим. Интересуется, может набрать там в интернете Михаил Козинник, увидеть. Увидеть. Это мой друг, очень такой выдающийся педагог, своим делом занимается. Я просто вам говорю об этом. по ходу нашего вопроса, потому что любой человек, кто смотрит нашу встречу, вспомнит Михаила Козинника, который тоже говорит о музыке. Конечно, я думаю, это важный момент. Музыка в нашей жизни играет существенную роль. Я дружил с Зыкиной, с Людмилой, которая мне говорила, почему сейчас бы вот дать людям, говорит, вместо того, что они там дергаются, дать бы, чтобы я спела, не успокоюсь. Я говорю, потому что нервное напряжение высокое. Сначала надо пару выпустить. Пусть подергается, а потом тебя. А, да, правильно. Ну, так это тоже, ведь не зря же придумали танцы. Да, да, и рок-н-ролл пошел по миру поэтому, потому что это свободное движение, синхронизирующие, когда человек снимает стрессы. это и есть такое, если вы... Просто всему все хорошо в меру, когда или только рок-н-ролл, или только классика. Я вам скажу вот по отношению к методике насчет Михаила Казинника, просто чтобы эту тему пока закончить, отложить, я слушал то, что он говорит, мне нравится то, что он говорит и делает, просто мне нужно посмотреть точно, чем он занимается. Что касается классики, вот у нас были лет 30 назад эти музыкальные вечера для юношества, Виноградово их вела, по-моему, сейчас, не важно. И вот нам этих детишек, как я говорю, несчастных, таскали на эти концерты, где они сидели и слушали неподготовленные дети, слушали музыку полтора часа. Час-полтора, неподготовленные. Это знаете как, вот мы там кушаем мед, мы скушаем ложечку две, ну кто-то 10, понимаете, но невозможно съесть за раз три килограмма меда, понимаете, и когда в человека пытаются впихнуть вот эти три килограмма. Я учился в музыкальной школе, я играл на скрипке, меня пригнали за то, что я не очень любил играть на эти сети. Правильно. Он тот педагог, который мне не сумел открыть эту музыку. Вы знаете, я говорю родителям открыто, если родители хотят приобщить ребенка к хорошей музыке, не надо отдавать его в музыкальную школу, потому что там программа, там муштра, там никого не интересует, мягко говоря, любовь ребенка к музыке. Там нужно выдать программу. в индивидуальном подходе, с душой, с душой, да, ну, я все понимаю, я понимаю, я благодарный собеседник, потому что я с удовольствием с вами разговариваю, хочу максимальную полезность, чтобы люди получали, потому что вы же этого хотите, вот, поэтому давайте так, мы сейчас эту запись выставим в интернете, кто заинтересуется вам напишет, а вы мне пришлите сейчас, чтобы мы под роликом поставили ваши данные и статью вот эту, чтобы они прочитали нашу. Можно я можно я несколько моментов сейчас важных просто скажу, которые вы обозначили, на которые я не ответил. Да, давайте. Значит, очень коротко о методике, слушать надо короткими фрагментами, 3-4 минуты, чуть-чуть ребенку сказать, что-то очень простое, чтобы он просто, или они, дети, внимательно слушали, и больше ничего. И делать небольшие перерывы, то есть за 45 минут получается 7-8 фрагментов коротких. Разговор, фрагмент, разговор, фрагмент, тогда ребенок не перекормленный этим всем. Ну, это методическая часть уже. Да, я просто говорю о том, что основа-то, она очень простая, дальше идут нюансы. По поводу музыкальной школы, там хоть групповое обучение, хоть индивидуальное, там все равно есть программа, программа, которую надо выполнять. Поэтому, если родители хотят приобщить ребенка к музыке, пусть они посмотрят методику на эту тему, мою или чью-то другую, хотя я чью-то другую не видел ни разу, подобную, да, простую методику, которую можно дома даже применять. просто понять, что это не просто слушать, понимаете, как один сказал, шибко умный, знаете, ну, есть люди такие, которые все знаки, знаете. Слушайте, а давайте, вы знаете, что сделаем? У меня такое предложение, если у вас будет время на это и желание, мы могли бы всех собрать один раз и буквально на 15 минут устроить, чтобы вы маленький-маленький кусочек этого урока провели, а мы всех пригласим на ЗО и устроим такой, как вебинар, такой, знаете, мы даже можем вам помочь в этом смысле, мы можем сказать, что вебинар очень дешевый, собрать эти деньги и вам передать. Ну, можно, да, конечно, идеально, если эти люди прочитают вот эти несколько текстов, зачем вообще нужно музыкально-сетическое воспитание, но не было такого, знаете, как говорят народ, баран, как баран на новые ворота. Человек никогда про это не слышал, я ему должен все с нуля рассказывать. А вы посмотрите у меня ролики на ютубе, где я придумал трещотку и там у меня, значит, так называется, трещотка, как приобщить даже случайно проходящего человека, чтобы он заслушался и потом включающему классику и он уже заслушался вот такой резкий переход, как сделать, я там нашел закономерности работы мозга и там я рассказываю еще на видео в ютубе, там есть ролик, почему классическая музыка по количеству не увеличивается, а музыканты, которые играют ее, классическую музыку, годами тренируются, потому что они хранители эталонов этой гармонии, в этом музее этих эталонов гармонии. Вот это удивительная вещь, которую вы абсолютно правы, что человек должен соприкоснуться с настоящим, с шедеврами мировой культуры. Когда они соприкасаются, люди, у них как раз вот это человеческое открывается. И встреча с личностью тоже эпоха в жизни. Я вам очень благодарен и давайте мы подумаем, сделаем вот этот маленький такой урок, такой маленький вебинар для всех. Но сейчас мы будем проводить вебинар разгрузка ключевая в среду, а после него там через некоторое время мы там продумаем как следует, чтобы все собрались и за очень маленькую цену мы сделаем вот эту встречу. Можно я коротко скажу вообще ни с какими людьми я заинтересован? Да. Коротко. первая категория это конечно люди, которые непосредственно общаются с детьми. Это родители. Ну понятно, что всем родителям это будет неинтересно. Ну не дано и не дано все. Значит родители это педагоги, которые понимают что такое эстетическое воспитание. Это студенты, которые это понимают. Журналисты и психологи. Вот. Вот это первая категория. Значит вернее это все категории. Теперь из этих категорий есть еще одна категория людей, которые как бы сами эстетическим воспитанием не занимаются, но поскольку они понимают значимость этого, то они как-то будут увидеть и будут продвигать это дело. Кому-то расскажут, кому-то дадут ссылки. И здесь либо просто продвигать, либо найдутся какие-то богатые люди, которые просто заинтересованы в том, чтобы порядочных людей было больше. Вот. и захотят это спонсировать. За счет этого спонсирования я смогу преподавать бесплатно, без денег, тем, кто не в состоянии заплатить. Очень хорошо. Договорились. Потому что после того, как в школах уже 3-4 года уничтожается эстетическое воспитание, просто не выделяются деньги на это и все. Мне рассказывал об этом директор очень продвинутой гимназии, там несколько школ у него. Я не хочу его подставлять, поэтому я не буду называть название города. Это один из подмосковных наукоградов очень известных. И вот он мне сказал еще 3 года назад, что уже год назад он был вынужден уволить всех преподавателей эстетических дисциплин. Короче говоря, мы с вами и со всей нашей школой, и со всеми, кто нас сейчас слушает, мы занимаемся добрым делом. Добрым делом и давайте мы будем думать, как это лучше сделать. До встречи. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.